Повышение пенсионного возраста, как объявил ранее протеерей Алексий Чаплин, это божья кара за все те беззакония, к которым причастен почти что каждый россиянин. Служитель культа уверен, что вместо того, чтобы сконцентрироваться на соблюдении божьих заповедей и создании многодетной семьи, человек только и занимается что поиском высокооплачиваемой работы, гарантирующей ему хорошую пенсию в будущем. Людские грехи, по мнению Чаплина, переполнили чашу гнева божьего, и Господь жестко мстит своим бездуховным созданием повышением пенсионного возраста. Как выясняется, пенсионная реформа это еще и расплата за легализацию абортов. Наверняка вы сейчас задались вопросом, как связаны между собой совершенно разные вещи, прерывание беременности и анонсированные правительством изменения в пенсионной системе. Не секрет, что у православных батюшек есть ответ на любой вопрос, поэтому у них и спросим. Как считает иерей Владимир Панарин, являющийся посовместительствующий руководителем Челябинского центра помощи матерям, причиной повышения пенсионного возраста являются аборты. Свою позицию служитель культа изложил у себя на странице в социальной сети. «Люди решили, что одного-двух детей достаточно», — написал Панарин, — «и теперь эти полтора ребенка за 20 лет выросли и должны пахать за своих убитых братиков и сестричек, чтобы снабдить пенсии родителей и бездетных». При этом служитель культа ничего не сказал о том, почему, несмотря на пресловутую божью справедливость, вместе с теми, кто активно избавлялся от нерожденных детей, страдают и те, кто аборты никогда не делал и в поте лица обеспечивал государство рабочей силой. И как быть с теми, кто волею того же бога вообще лишен возможности иметь детей? Впрочем, вряд ли стоит тратить время на обзор откровенной глупостей. Панарин недоволен тем, что молодежь не хочет заводить детей и отчислять деньги в пенсионный фонд. Так может батюшке нужно как следует подумать над причиной и следствием и не путать теплое с мягким? Ведь люди рожают ровно столько детей, сколько в состоянии обеспечить. Тогда, когда уверены в своем будущем. И если нет ни денег, ни уверенности, ни жилья, то о каких трех-четырех детях может идти речь? Потому что проблема с экономикой, проблема с рабочими местами, проблема с зарплатами, проблема даже с пенсиями, которой нечем платить. Но православным защитникам семейных ценностей надо полагать проще приплести ко всей этой ситуации выдуманного людьми бога, карающего за мифические грехи, нежели разбираться в истинных причинах, тем самым кусая руку, которая их кормит. А тем временем власть продолжает покровительствовать РПЦ. В связи с тяжелым материальным положением религиозной организации, напомню, из-за падения покупательной способности россиян доходы храмов резко упали, Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия» решил поддержать православную церковь. Для этого в Самарской области среди отделений партии, депутатов и активистов был объявлен сбор пожертвований для пострадавших от паводка. Средства в размере 200 тысяч рублей были собраны, однако до тех, кто в них нуждался, похоже, так и не дошли. Большая часть денег была переведена на счета Нерчинской епархии РПЦ. Такое решение в «Единой России» объяснили тем, что жители Нерчинского района больше всех пострадали от паводка. Однако так и не рассказали, какое отношение ко всему этому имеет православная церковь. Примечательно, что пока к чиновникам за комментариями не обратились журналисты, руководство района ни о каком сборе средств и знать не знало. А когда узнало, то категорически не согласилось с тем, что Нерчинский район серьезно пострадал от стихии. В пресс-службе епархии, едва только услышав о деньгах, которыми с батюшками любезно поделилась партия власти, наотрез отказались общаться со СМИ. Впрочем, стоит ли удивляться этому в стране, где работников госпредприятий заставляют добровольно перечислять деньги на строительство храмов, как это было недавно в Пензенской области? Церковь крутится как может, пытаясь следовать заветам Христа и занимаясь спасением заблудших душ. А вот неблагодарная паства не всегда готова поддержать служителей культа копеечкой. Так, в Ростове, по словам пресс-секретаря главы Донской митрополии, православные храмы не будут отказываться от строго фиксированных пожертвований за услуги, которые оказывают населению батюшки. В епархии рассказали, что в Европе уже давно нет никаких ценников. Прихожане просто берут свечку и кладут в ящик с надписью пожертвования примерную стоимость этой самой свечки. А вот в России все иначе. Здесь пожаловался представитель церкви, цитата, «человек придет, три рубля оставит, а возьмет самую толстую свечку за триста рублей». Это, с его точки зрения, тупиковый путь, который ведет к разорению прихода. И поскольку бог финансово не поддерживает своих земных представителей, то служители культа вынуждены вытрясать деньги из карманов прихожан, чтобы церковь и дальше могла существовать, а человек общаться со Всевышним в ее стенах. И батюшки не были ничем обделены. Спасение утопающих отныне дело рук не спасателей и даже не самих утопающих, а Всевышнего, о чью помощь рассчитывает МЧС Мордовии, раз приглашает священников из РПЦ осветить места купаний. Таким нехитрым способом спасатели надеются сократить, а в идеале и вовсе свести к нулю число несчастных случаев на воде. В прошлом году МЧС подписало соглашение о сотрудничестве с местной православной епархией, по которому батюшки периодически освещают водоемы. В пресс-службе ведомства полагают, что снижение количества погибших в 2017 году по сравнению с 2016, объясняется в том числе и молебнами, которые проводили служители культа. Что ж, если в ГИБДД верят в то, что обливание водой перекрестка или трассы снижает количество ДТП, то в МЧС имеют полное право надеяться на то, что освещение мест купаний уменьшает число утопленников. Тем более, что такая вера сейчас в почете, и смеяться над ней значит сильно рисковать, ведь все может закончиться уголовным делом об оскорблении чувств верующих. Как закончилось для жительницы Барнаула Марии Матузной, которую будут судить за экстремизм и за сохраненных ею картинок, выражающих, как установила экспертиза, неуважение к обществу. Среди оскорбительных изображений было фото крестного хода, который идет по разбитой дороге. Надпись гласила «две главные беды России». Девушку уже внесли в перечень экстремистов и террористов и заблокировали банковские карты. И благодаря усилиям одной из тех самых бед России, о которых говорилось в подписи к фото, Марию ждет суд, первое заседание которого состоится 6 августа. Вы уж простите Христа ради, но сегодняшнюю рубрику «Забыли спросить» вновь представляет митрополит Иларион, который накануне посоветовал родителям не выставлять своих детей в неприглядном свете, особенно в обнаженном и полуобнаженном виде, выкладывая фото или видео в интернет. Таким образом служитель культа прокомментировал появившийся в сети ролик с несовершеннолетними, исполняющими, вероятно, в какой-то деревне танец на пилоне. В данном случае закон, судя по всему, нарушен не был, поэтому судить видео каждое вправе самостоятельно, исходя из собственных представлений о морали и нравственности. Однако Иларион, похоже, считает, что если на нем черное платье и забавный белый колпак, то его мнение обязательно должно волновать еще кого-то, кроме него самого и его паствы. По словам митрополита, подобные развлечения развращают и взрослых, и детей, причем не только тех детей, которые в них участвуют, но и тех, которые смотрят. Служитель культа также отметил, цитата, что многие изнасилования начинались с того, что кто-то увидел кого-то на фотографии или на видео, затем начал преследовать, потом происходит изнасилование или даже изнасилование и убийство. Я не знаю, откуда у священника, твердая убежденность в том, что при просмотре этого ролика и ему подобных, в голове обязательно должны возникать непотребные мысли о преследовании, совокуплении и убийстве. И так уж получается, что благодаря нынешним духовным ценностям, сегодня принято с умилением смотреть на детсадовцев и школьников, марширующих в военной форме и с хоругвями, нежели на спортивные танцы несовершеннолетних на пилоне. Хотя и то, и другое одинаково вызывает немало вопросов. Говоря начистоту, в сложившейся ситуации Илариону не на кого обижаться, кроме как на самого себя и своих коллег. Потому что если люди творят такие бездуховные с точки зрения митрополита вещи, то это недоработка самих батюшек, которые утверждают, что 80% населения страны исповедуют православие. Значит, духовные скрепы подопечных Владимира Михайловича порядком расшатались, а служители культа этот момент упустили. Было бы также интересно узнать у гражданина Алфеева, с чего начиналась прелестная карьера православного священника Глеба Грозовского, не так давно осужденного на 14 лет за педофилию. С просмотра каких развратных фотографий и видеороликов? Или, например, откуда у уважаемого служителя культа из Якутии возникло желание насиловать мальчиков? Речь идет о священнике Андрея Ткаченко, предпочитающем церковный псевдоним отец Милетий. В 2017 году Ткаченко, на тот момент директора Свято-Инокентьевской православной гимназии, заподозрили в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников. Годом позже служителю культа предъявили обвинение по двум эпизодам, так что Ткаченко рискует провести ближайшие 20 лет там же, где их сейчас, вероятно, очень весело проводит его коллега Глеб Грозовский. Но не все же время говорить о плохом. У буддистов, например, появилась новая реликвия. Произошло это, когда в Бурятии в ходе реконструкции шулутского дацана художник обнаружил металлический предмет чугунного литья, который оказался маленьким ушком статуи Лани. В дацане утверждают, что находка помогла скульптуру избавиться от проблем со слухом. Следом за ним от боли в застуженном ухе исцелился и заместитель главы буддийской традиционный сангхи России Дагба Ачиров. Но и это еще не все. Благодаря прикосновению к новообретенной реликвии одному мужчине, который, правда, до этого не испытывал проблем со слухом, явилось видение, цитирую, «зимних купеческих караванов, спешащих из Верхнеудинска в Нерчинск, по недалеко проходившему от шулутского дацана московскому тракту». Кроме того, мужчина услышал шум погонщиков верблюдов и лошадей, а также мерный долгий гул из глубин прошедших двух столетий. После такого, думаю, можно со спокойной душой повышать пенсионный возраст, поскольку благодаря буддийской святыне в скором времени начнется массовое исцеление от заболеваний ушей. А если к этому куску металла присовокупить еще и удивительные свойства христианских реликвий, икон, мощей и прочих носителей Божьей благодати, то из-за увеличения средней продолжительности жизни встреча со Всевышним даже для рядовых членов его фан-клуба значительно-то двинется по срокам. Так что считайте, что проблема с ушами практически решена, спасибо Будде. Остается только ждать других реликвий, чтобы навсегда закрыть вопрос со здоровьем населения. Соскучились по апокалипсису? Давайте только честно, ведь у нас уже давно не наступал конец света, который постоянно пророчит религиозные персонажи разной степени адекватности. Обещанная еще в прошлом году протеереем Чаплиным гибель России за показ фильма Матильда так и не состоялась. И этот апокалиптичный пробел наконец-то заполнил американский пастор Пол Бегли, объявивший, что кровавое лунное затмение, которое, кстати, уже произошло 27 июля, является предвестником конца света. Понятное дело, что проповедник взял это не с потолка, а привел соответствующие цитаты из Библии с упоминанием кровавой луны. А для пущей убедительности добавил, что Господь лично связался с ним еще в июне и долго рассказывал о том, что люди должны знать, что происходит. Бегли нисколько не смутил тот факт, что аналогичные кровавые затмения происходили в 2014 и 2015 годах. Пастор заявил, что затмение 2018 года, которое, ко всему прочему, совпало с празднованием 70-летия Израиля, станет самым продолжительным в 21 веке, это правда. А значит, человечеству точно не избежать встречи со Всевышними. Теперь же, когда конца света не случилось, проповедник, видимо, будет с нетерпением ждать нового кровавого затмения. При этом всем сердцем надеясь, что в следующий раз Библия не подведет, и потрепанное временем религиозное пророчество наконец-то сбудется. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ